Девочка-пай Здравствуйте, меня зовут Аширова Айбахора Драхмановна. Это наш дом, мы здесь живем. Это вторая родина наша. Мы сами из Узбекистана, живем здесь, в России. Мы очень любим Владимир, город. Вот сегодня вам приготовим, готовимся к празднике. Это проросшее пшено. Из Ташкентки приехала сестра, оттуда привозила ее. И вот мы будем готовить сумалак. Это наше традиционное блюдо. Каждой весной люди готовят и веселятся, и раздавать будут. Каждый год готовим. Это очень веселый праздник. Это наша традиционная еда. Пшено, мы его замачиваем и складываем вот так. И будем три дня брызгать водой. Три раза в день. Только его может кто умеет. Не каждый человек может. И вот брызгаем. Она выросла вот такой. Это дает чуть-чуть зеленоватее. И через мисровку крутим и готовим смолак. Вот сестра моя, я Айбахор, она Гульбахор. Здравствуйте. Ташкенту привозила. Ну, чтобы как из Ташкента вышло, это смолак. Так готовился красиво. Вот сейчас будем через мисровку крутить его. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот через мисровку крутили, наливаем вода и выжимаем. Через марлю пропускаем, в общем-то. И вот сладкая вода выходит. Только нам нужен вот эта сладкая вода. Это, в которой остатки не нужен. Два-три раза вот так замачиваем. В воде берем только водичкой. Очень сильно. Да, через марлю стырживаем. И берем только вода. И с мукой потом перемешивается, варится долго, 12-14 часов. Вот так готовим смолаки. Сейчас я вам покажу казан. 250 литровый, очень огромный казан. Там будем варить. Вот сегодня с малой готовим все семьей. Это моя невеста, старшая. Она будет помогать. Главной ролью будет она играть сегодня. И вот. Плов готовим. И шурпа готовим. Столы готовимся. Все. Вот. Все у нас родные здесь пока. Потом придет гостья. А он... Сумалак, в общем, это еда. Легенда есть такой. Не просто так смоляк готовит. Раньше были люди, бедные жили. А у одного семья нечего было поесть. И тогда дети плакали, есть захотели. А родители говорят, вы поспите, станете, еда будет. Они взяли немножко пщену и казани положили, и камень, вода, и закрыли, и огонь зажгли. И утром открывает, там смоляк появился. Ну так. Просто коротко. Да, это мы считаем так, это все Аллах. Все это, как это, натворяет. И вот так смоляк появился. И вот каждый год весной готовят ее узбеки, таджики. И все мусульмане готовят его вообще. И это национальное блюдо. Каждой весной готовят. Каждый весной готовят. Это наша невеста. Невеста, когда гост и дом встречают, всегда так наклоняется, ну, здоровца. А мы должны пожелать ей многих лет жизни, счастья. Да, много детей, чтобы было, они счастливы жили. Вот так и говорим. Встречаюсь всегда. Встречаюсь всегда. Пожалуйста, пройдите за столом там. Сейчас остальные придут, наверное. Вот так разно-разно платье выходит. 20-25 платье. И госты сидят, невесты так. Выходит, поменяется одежда. Выходит. Долгих лет жизни, ты по-русски понимаешь, счастья тебе, здоровья, хорошеньких, добреньких, здоровеньких детишек. А и похоже, хороших внучат. Да, да, да. Чтобы ты в мире согласен. И ночь у нее, у нее, у нее, у нее, у тебя не было, вот ты дочка теперь, и еще надо внучку родить. Да, да. Спасибо. Счастья тебе. Спасибо. Вот так варит. И 14 часов. Его крутит, крутит, вот видите. Варит. Еще долго варится, наливает. Вот это вода проросшего семена там. И наливает, варит. Наливает, варит долго. Счастья тебе. 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 Счастья тебе.